Сегодня утром мы говорили с игропрактиком о том, что можно адвент для ребенка, это такие задания перед Новым Годом, сделать креативным. Не только, знаете, загадки угадывать, но и, например, слепить снеговика, не выходя из дома. Мы хотим вам показать, как это можно сделать. Я вот здесь пока начинаю, потому что... Не проще ли выйти из дома? Да брось, так интереснее. И слепить снеговика из снега. Показываю. Друзья, значит, берем соду, обычную соду. А это уже дорого? Нет. А, да? Нет, это не дорого. Сода, это не дорого. Сода, немного соли, немного соли. А вот это уже... Дорого, да? Если брать какую-то, да, очень дорогую. Смотрите, нам пригодится... Гималайская соль. Мыло. Мыло нам пригодится, оно поможет скрепить все это безобразие. Ну, ты куда так? Ну, поэкономнее как-то. А я... Да что ты все экономишь и экономишь? Ты смотри, вот мне вот волосы мешают. Так вот, посмотрите. Это уже у тебя, смотри, первый комочек получился, да? Да, я хочу показать, что это действительно работает. Сначала будет получаться, ну, даже не тесто, видите, оно будет разваливаться. И очевидно станет, что нужно добавлять не только мыло, но и немного воды. А зачем соль? Без соли не получится? Она немножечко реакции дает с мылом и чуть-чуть крепче все это сжимает. Посмотрите, у нас получается вот такая масса, которая все время пытается... Кстати, да, вот сейчас, смотрите, у нас есть инструкция на экране. За это время я успею немножечко здесь в студии... Смотри, как они так аккуратно с ложечкой. Мы без ложечки делали. А, у нас все в полевых условиях. Мы же экономим, ты же только что пытался нам всем сказать. Конечно, но у нас же поле, мы в полевых условиях все делаем. В студии. Чисто поле. Ложки нету абсолютно. Ни одной ложки у нас нету для того, чтобы сделать. Да ну брось, тут же все же на глаз. Смотри, когда ты будешь с ребенком это делать, это же вечера. Посмотрите, у нас вот он уже получается такой вот хороший шарик. Я надеюсь, его видно. Да, руки мамы немножко пострадают, но ничего. Ну, кстати, да, от соды и соли-то сейчас разъезд, как тебе руки. Ну вот заметь, сегодня утром у меня брали анализ, и у меня есть ранка небольшая на пальце. Но при этом сода и соль не разъедают никак эту ранку, все в порядке. Поэтому с открытыми ранениями, конечно, не надо. Быстрая регенерация. О, да, я вообще с другой планеты, придется рассказать тебе эту тайну. Я на самом деле, да, прилетела. Привет, точно. Смотрите на его глаза, по-моему, он немножко поверил. Так вот, не надо так шутить с детьми. Мало ли поверят. И начнут в бой бросаться. Смотрите, вот он, еще один шарик. Это будет уже голова нашего снеговичка. А сколько шариков надо? Ну, смотря какого снеговичка ты хочешь слепить. Я всегда видел из трех. Ну, вот он, третий как раз и у меня. Вот, смотрите, получается, что мы с ребенком можем в качестве адвента вместе очень весело слепить снеговика дома, не выходя из дома. Вот такой ему можно. А это, наверное, колпачок на голову. В общем, определите. А это руки. Это руки. Носик. Носик мы ему сделаем кисточкой. Я предлагаю сделать, ну или пуговки хотя бы, кисточкой точно. Что такое? Я сделаю ему нос. Это не нос, я боюсь тебя расстроить. Это ручки. Это ручки, Руслан. Нет, я про ранжера рекомендую. А, ты решил, да? Так, смотрите, мы спокойно... Руки у него, конечно. Вы уже видели, да, что можно... Эдвард. Что можно... Можно его будет звать Эдвард? Хорошо. Вы уже видели на экране, что можно поставить пуговки при помощи простой краски. Это действительно возможно? Я немножко... Да ты разверни к себе, потом повернешь и покажешь. Вот он, вот он. Смотрите, какой красавчик у нас появляется. Глазки делаем. И знаете, что я люблю? Получается воробей. Получается воробей. Я люблю, когда мы еще можем что-то с этим сделать. Воробей. Мы можем перейти теперь уже к даже научному эксперименту. То есть одно дело с малышами слепить снеговичка со всеми малышами, а другое дело... Что, аниматор? Практически. Ты будешь фотографировать нашего снеговичка? А ты будешь с ним фотографироваться? Давай только скорее. Смотрите, мы для малышей делаем вот такого. Ну на меня, посмотри. Хей. Мы для малышей можем сделать вот такого снеговичка. Это мы занимаемся лепкой и развитием мелкой моторики. Ой, как уксусом все это запахло. Да, а потом с ребятами постарше, школьниками. Подожди, подожди. Со школьниками мы берем уксус и изучаем, что этот снеговик тоже может растаять. Растает снеговик? При помощи уксуса. Еще при этом запенится, запенится. Ароматы. Ребят, для этого нам и нужно было мыло, которое поможет добавить немного пены. Вот оно, взаимодействие щелочи и кислоты. Все шипит, все пахнет и еще и пенится. Такое проведение времени со своим ребенком, да с комментариями веселыми, да с записью вместе с ним чего-нибудь для соцсетей точно вас сблизит. Видеоблог можно вести. Глубокий вдох больше не делаем. Ребят, нам надо проветрить немного, но оставайтесь с нами. На дальней уже весь уксус. Я хочу вас попросить вот о чем. Если нет идей, что добавить в адвент перед Новым годом, пишите нам в соцсетях. Мы вам обязательно покажем и расскажем.